Даша Дмитриева заканчивает восьмой класс обычной петербургской школы. По определению, она уже попадает в группу повышенного риска. Это учащиеся в старшей школе и первых курсов университета, которые хоть и знают, что наркотики — это зло, пробовать всё равно не боятся. Но саму Дашу процедура проверки не смущает. Скрывать всё равно нечего. Говорили, да, нас предупреждали. Конечно, насторожит. Ну, я думаю, для этого и проводится тестирование, ну, и предупреждаются дети для того, чтобы они подумали, нужно ли им это. Даше в некотором смысле повезло. Её родители в этом ей полностью доверяют. А потому к подобной проверке относятся философски. Лучше не сделает, но и не навредит. А кому-то, вероятно, и поможет. У нас очень высокий уровень доверия в семье. То есть я никогда не задумывался о том, чтобы купить полоски и предложить дочери. Сейчас нет ограничивающих факторов в моменте воспитания детей. На самом деле это ещё один повод для ребёнка задуматься. Дети же знают, что их будут тестировать. Но вот и возникает вопрос, что типа того, а вдруг прихватят-то? Пускай это будет ещё одной палкой в колёсах. В Петербурге тотального тестирования пока нет, но в отдельных школах оно проводится уже несколько лет. По статистике петербургского наркоконтроля, тестирование выявляет примерно 10% школьников, которые уже употребляли наркотики. Как правило, это трава, гашиш и разные типы синтетических наркотиков. Мы отнюдь не заинтересованы в получении списков наркоманов. В нашем понимании тестирование главным образом нужно для того, чтобы на самой ранней стадии выявить ребёнка, ну будем так откровенно говорить, или молодого человека, девушку, которые только-только начинают употреблять наркотики. И первым делом поставить в известность родителей. В наркоконтроле заверяют, что цель проверки — это не постановка на учёт подростка. Основная работа ведомства сейчас ведётся в среднем звене наркобизнеса. Лаборатории по производству, каналы поставок. Но у тестирования есть и противники. Невозможно избежать ущерба для подростка при подобном тестировании, уверены психологи. Для того, чтобы определить таких подростков, не нужны тест-полоски, не нужны никакие наркологические скрининги химического плана, нужны регулярные психологические обследования, нужна хорошая, качественная работа психолога школьного. И это должен быть не один психолог, это должно быть полноценное психологическое сопровождение средней школы. И это их обычная рутинная работа, просто сделанная качественно. По словам Анны Трусовой, основная работа с начинающим наркоманом должна начинаться как раз после того, как о нём становится известно. Тестирование же вовсе не решает проблем подростков, а наоборот, загоняет их в угол, ставя на них клеймо. Но проблема в том, что грамотного психологического сопровождения школы в нашей стране нет. А значит и альтернативы тестированию, по сути тоже. Людмила Бурим, Евгений Богатов и Кирилл Краснов. Петербургская неделя.